Здравствуйте, уважаемые друзья, дачники и все те, кто любит нашу передачу «Удачи на даче». С вами я, Ольга Вишневская, и мы начинаем. Сегодня мы поговорим про хвойные растения, в частности, туя. Вы знаете, тут недавно на днях пришел мужчина, говорит, я посадил тую, добавил коробок селитры, перегноя, навоза 2 года лежащего, и она у меня что-то пожелтела. Уважаемые дачники, хвойники так сажать нельзя. Хвойные вообще растения абсолютно не любят то, что любят плодовые деревья и кустарники. У меня почва песчаник, это могильный песок, но иногда мало питания. В этом году приехал не очень хороший грунт, именно торф, и мы рассыпали еще торф здесь по площадке, и вот выкопали взрослые растения и опять заново посадили молоднячок. Этому молоднячку 2 года от черенка, то есть 2 сезона. Вначале мы черенкуем в кассеты. Все знаете, да, что хвойные деревья, кустарники, размножаются так же, как и лиственные, при помощи черенкования. Были кассеты с черенками, потом мы пересадили их в контейнер 200 миллилитров, и вот в этом году весной мы их уже пересадили в 2 литра. Прошел целый сезон, они у нас подросли, набрали прекрасно массу, но так как уже корневая система полностью обвела контейнер, было принято решение высадить их в грунт для дальнейшего дороста. Потому что какие-то люди любят маленькие растения, какие-то наоборот большие, но практика показывает о том, что чем меньше растения, тем лучше приживается. Я всегда сравниваю это с детьми. Ну, вы же не берете ребенка с детского дома, правильно? Кто-то берет, но большинство людей растят детей сразу. Мы же не берем 18-летнего ребенка, да, и вот это мой ребенок. То же самое и с растением. От маленького до большого. Если это контейнер, и вы решили начеренковать самостоятельно, я всегда этим людям просто пожимаю руки. Вы молодцы. Причем в нашем городе Витебске очень много становится дачников и вообще людей, которые начинают заниматься растениями. И причем так серьезно. Я очень рада, потому что это нелегкий труд. Абсолютно, вот вам клянусь, нелегкий труд. Никому бы не посоветовала. Но это должна просто такая, знаете, огромная любовь быть к растениям. И, значит, если вы сажаете в контейнер, то не забывайте о том, что это искусственное скармливание. У нас детей растят на грудном молотке или там на смесях. То же самое и здесь. Если вы решили в контейнере вырастить, или там вам надо для каких-то целей, для красоты возле дома большие туи в катках посадить. То есть поливаем, кормим с ложки прямо каждый день. Полив, как по этому году, я поливала в июне месяце два раза в день. Рано-рано утром и поздно-поздно вечером. Возвращаемся к посадочной яме. На хвойное растение нужен обыкновенная хорошая плодородная земля, песок и торф. Песок в контейнер не добавляю, потому что, пробовала, не добавляю, потому что песок очень тяжелый и потом очень тяжело носить. Ну, действительно, песок, он же такой, ну, рыхлый и тяжелый очень. Если это грунт, и у вас, например, на участке глина, вы вообще глину выкопали, выкинули. И заправляем посадочную яму. Плодородная земля, но это не перегной коровий, и там не куриный, не дай бог. Это все, это смерть растению. Это просто перегной плодородный. Может быть, какой-то листовой опад у вас там 3-5 лет лежит, то, что вы там скидываете компостные кучи. Это песок и пакет торфа. Что касается хвойников, они могут расти как на приусадебном участке, в катках, так же и в городском озеленении. И очень часто, когда радуница, еще на, может использоваться для озеленения на кладбищах. Но не забывайте о том, что сегодня это растение малюсенькое, например, конкретно для туисмаракт, он маленький. Пока, пока, но через 10 лет это будет растение 3 метра и диаметр кроны 80 метр. То есть вы должны понимать, если вы сажаете это к забору, то, пожалуйста, 50-70 сантиметров от забора и между ними полтора метра. То есть это конкретно для туисмаракт. Если брать шаровидные туи, а они немножко меньше по своему диаметру, до полтора метра, но тоже вы не забывайте о том, что не надо на метриса посадить 3 туи. Вы будете пересаживать. Как только вы начинаете пересаживать, растение начинает болеть. Если вы запланировали изгородь, я давно показывала свою изгородь, мы сажали ее вот такими маленькими черенками. Вот она на задней площадке. Как я всегда говорю, это самый дешевый забор. Это туя западная Брабант. Она растет до 5 метров, но она стрижется. И видите, уже сейчас он очень красивый. Всю жизнь был, наверное, 4 года мы как-то назад посадили, он был всегда лысый. В этом году я уже его не стригла. Я сейчас даю ему возможность вырасти вверх. До этого я каждый год стригла, чтобы он был в ширину, в ширину, пушистый. Вот он, он и получается уже метр-метр двадцать за 4 года. Но чем старше хвойное растение, тем больше у нее приросты. То есть со временем это будет доходить до метра в течение сезона. 70 метр у нее. Но обязательно стрижем, потому что вы потом просто не достанете. Как бы меня по плану подстричь под забор, чтобы это было красиво, мне так хотелось. Здесь у меня не очень красивый фундамент для забора, я его уже закрыла. Дальше можно этот забор убрать, и мы между соседями увидим просто красивые хвойные деревья. Сорт Брабант – это для живой изгороди. Тогда, когда вы стрижете квадратом. Туя западная Брабант – самый быстро растущий сорт туи с колоновидной кроной. При этом крона компактная и достаточно ветвистая. Высота этой красавицы может достигать более чем 3,5 метра. Не очень хорошо переносит длительные оттепели с перепадом температур, так как это может вызвать раннее сокодвижение. Нуждается в плодородных и влажных почвах. Отлично приживается и в черте города, где часто применяется как живая изгородь. Может расти как на солнечных местах, так и в затененных. Живая изгородь из смаракта, она получится. Но не забывайте, эта туя, она пирамидальная. То есть все равно она внизу будет шире, вверху будет уже. Но со временем, лет 15 пройдет, она все равно будет расти. 20 лет пройдет, она все равно будет расти. Соответственно, уже будет только вверху, а низ будет все шире и шире. То есть не забывайте еще про это. Туя западная смаракт – один из самых популярных представителей семейства кипарисовых. Дерево имеет форму продолговатого конуса с ярко выраженной кроной и густым хвойным покрытием. Оно очень податливое, благодаря чему ландшафтные дизайнеры любят придавать ему разные скульптурные формы. Туя смаракт – вечно зеленое растение, а значит будет оставаться таковым даже зимой и спустя сотню лет. Кстати, средняя продолжительность жизни – до 130 лет. Если это смаракт, то сажаем где-то метр друг от друга, он все равно через 10 лет сцепится. А если вам надо, чтобы вы еще там с газонокосилкой где-то прошли, походили, то, наверное, полтора-два. Потому что у смаракта до метра двадцать крона. То есть тоже смотрите обязательно на все вот эти вот вещи. Дальше. Можжевельники почвопокровные. Это вообще отдельная беда. Вот сажают можжевельники возле, например, дорожек. Да, вначале все красиво, все замечательно. Особенно казацкий можжевельник. Он очень агрессивный. И стелющиеся можжевельники, которые застилают от двух до трех метров, со временем вас выселят просто с этой дорожки. Вы не сможете пройти, вы будете перепрыгивать. Если вы их не будете формировать и обрезать. Мы делаем стрижку себе, чтобы быть красивыми. Растение тоже нуждается в этом же, в этой же стрижке. Ну, здесь наша любимая скумпия. Тоже кустарник очень красивый. Красиво цветет и очень яркий, ну, своей листвой. Скумпия кожевенная или обыкновенная представляет собой куст или невысокое деревце не более пяти метров в высоту. Ее пышная крона имеет округлую форму и может быть до трех метров в диаметре. Она образована многочисленными голыми и блестящими ветками, которые с солнечной стороны приобретают красноватый оттенок. Скумпию выращивают как декоративное садовое растение. Кроме этого, она используется для получения желтой краски. Потому и называют ее желтинником. За легкие облака с ответьей растения также именуют дымным деревом. И подытожить хотелось бы вот три правила. Не забывайте о том, что посадочная яма для хвойника. Размеры хвойных растений надо знать обязательно, чтобы посадить правильно. Третье, подкормки только химические. Не надо органику никакую ложить, навозы – это запрещено. Подстригайте их, все в порядке. Сажать можно закрытым корнем в течение всего сезона. Не важно. И по укрытию лично я в своем питомнике ничего не накрываю. Потому что я не смогу закутать такое количество растений. 27 октября. Займитесь пересадкой комнатных растений. 28 октября. В саду следует убрать листву. 29 октября. Можно высадить луковицы тюльпанов. 30 октября. Не лишним будет обернуть мешковины штамбы деревьев. 31 октября. В саду проведите укрытие земляничных плантаций. 1 ноября. Хорошее время для сушки ягод и овощей. 2 ноября. Благоприятный день для постановки семян на стратификацию. 15 лет назад, когда я попала в стезю растений, я начинала с огурцов, помидоров и перцев. Но, к сожалению, за 15 лет я их так и не бросила. Я также выращиваю огурцы, перец, помидоры, капусту всевозможную. Также летние цветы, кустарники. В этом году у меня многолетники. 2 года, 3. 3 года я начала знакомиться с многолетними цветами. По первости, я не знала, как за ними ухаживать. Мне говорили, это намного проще, чем летники. Но, вы знаете, летники я привыкла уже к дрова, печке, рассаде, горшке, пикировке, сеем в ящики. Но многолетние цветы оказываются легкие очень в уходе. И, в принципе, сегодня покажу, что из первого, что мне за 3 года, что я тут насобирала. Это остильбы. Прекрасно размножаются. Сейчас покажу вам. Это мы, наверное, делили кустики бургунди-ред. Наверное, недельки-две назад мы только высадили ее. А вот эти вот кустики остильбы были разделены. Красная остильба тоже очень яркая, низкорослый сорт. Мы делили в конце июля-начало августа, прям в жару. И посмотрите, какая наросла уже корневая система. Значит, из одного куста получилось у меня 7. И знаете, чем люблю остильбу? У меня есть журналы, такие как по ландшафтному дизайну. И очень красиво со остильбы делать бордюры. Очень красиво получается. И, опять же, она не очень привередливая и очень долго цветет. И даже когда она цветает, все равно получаются красивые метелки, вот эти сухостой. То есть можно оставить. Вот она только начинает зацветать. Она уже цвела. Ну вот еще один, видите, цветонос, он такой красный. Это у нас остильба. Остильба бывает низкорослая бордюрная. А также у меня два сорта низкорослый. И, наверное, четыре сорта вот так вот до колена. Сантиметров 60-80. Это по цветоносу. Остильба – многолетнее травянистое растение, которое относится к семейству камнеломковых. Родиной остильбы является Япония, США, Азия и Дальний Восток. Ее особенность – компактный размер и обильное цветение. В летний период растение радует своих владельцев кудрявой зеленью и декоративными соцветиями, которые после наступления холодов полностью отмирают. Высота кустарника зависит от его вида и находится в диапазоне от 10 сантиметров до 2 метров. Селекционеры вывели более 25 видов остильбы и огромное количество сортов. Что касается лилейников. Ой, лилейников вообще уйма. У меня, наверное, сортов 60 я только купила себе. Ну вот потихоньку... А, это радигрин. Потихоньку начинаем их размножать. У лилейника очень шикарная корневая система. Идет это растение клубнелуковичное. То есть там еще есть клубень, но его нельзя заглублять. Такое, ну, интересное тоже растение. Я его раньше не понимала, потому что, ну, а что это за растение? Цветок одного дня. Что это означает? Когда выходит цветонос у лилейника, он распускается и цветет ровно один день. Мне когда начали это рассказывать люди, у которых я, ну, приобретала свою коллекцию, минимальную, маленькую, потому что их там сортов, ой, уйма просто. Я не понимала, ну, что это за растение? Ну, посадил, ну, такая зеленушка. И вот за три года в этом году я увидела красоту. То есть, оказывается, на этом цветоносе не один цветок, а их восемь. И получается, а цветоносов может быть десять. Соответственно, если там десять цветоносов, да по восемь каждый, это восемьдесят дней цветения. То есть цветут они достаточно долго. Но это я говорю про большие уже кусты, которые там не зеленые. Лилейник – многолетняя травянистая культура. Ее родина – Восточная Азия. Род лилейников насчитывает около 60 тысяч сортов, которые ежегодно пополняются новыми гибридами. В период цветения на одном цветоносе ежедневно открывается по два-три цветка, которые к вечеру засыхают, а на их месте появляются новые бутоны. Цветки преимущественно имеют формы воронки – оранжевой, желтой и коричнево-красной расцветки. Яркое цветение, устойчивость перед засухой и жарой, нетребовательность к уходе – все эти достоинства сделали цветок одним из любимых растений, ландшафтных дизайнеров и цветоводов. Также меня поразила ирис. Ирис сибирский и ирис бородатый. Тоже небольшая коллекция, но я только начинаю. Если бы, конечно, 15 лет назад, я бы, наверное, такую коллекцию собрала. Опять же, у меня не очень хорошая земля, потому что у меня песчаник. И на моей земле прекрасно растут хвойные деревья. Ну и кустарники тоже, это можжевельники. Ирисы – одни из самых первых растений, привлекших внимание человека красотой своего цветения. Знаменитый целитель Гиппократ дал имя растению в честь древнегреческой богини Радуги Ириды. Соцветия имеют приятный аромат, отличаются забысловатыми, изящными формами, окрашены в яркие или пастельные цвета в различных сочетаниях. Существует более 800 разновидностей ирисов, каждый из которых имеет неповторимую окраску. Цветут растения с конца весны по середину июня и имеют удивительную способность перемещаться. А вот, например, такому растению, как хоста, она тоже, наверное, сортов 20 у меня, ее хосты, вы знаете, что она не сильно дала мне большие приросты за три года. Три года назад я покупала это все. Но я поняла, что, наверное, я ее оставлю в контейнерах, потому что не подходит земля. Но, опять же, с этим я только начинаю знакомиться, но мне уже нравится. Хоста – одна из ведущих групп многолетников, которая пользуется невероятной популярностью. В настоящее время популярность хосты в разных странах, особенно в Западной Европе и в США, перешагнула все мыслимые границы. По объемам мировых продаж садовых растений хоста сейчас превосходит все другие многолетники. К настоящему времени насчитывается более 12 тысяч нарядных сортов хост. Ее широко применяют в озеленении благодаря высокой декоративности в течение всего сезона, лояльности к окружающей среде, неприхотливости, толерантности к соседству с другими растениями и условиям произрастания. Для хоста характерна завидная выносливость и долговечность. Так, дальше. Сейчас вот осенний цветок – это седум. У меня седум пурпул – это темный лист, розовый цветок. Это растение я черенковала. Прекрасно черенкуется. Вот это маточник. А это… А это у нас уже детка. Вот такими цветами он цветет. Темный листочек. Ну, эти уже я обрезала. Они уже тут не очень такие… Ну, сильно высокие были, отсвершие. Очиток «Пурпул Эмперор» – один из самых интересных сортов седума. Этот вид произрастает в северных районах и районах с умеренным климатом. Название «Пурпурный император» сорт подлучил благодаря своим листьям овальной формы, которые имеют необычную пурпурно-красную окраску. Данный сорт принято считать одними из самых крупных очитков. Кусты могут достигать высоту 60 сантиметров, а в ширину разрастаются до 80 сантиметров. Период цветения, который начинается в конце июля, «Пурпул Эмперор» образует довольно массивное розовое соцветие, которое прекрасно гармонирует с яркими листьями. Я всегда считала, что у нас лопчатка – это кустарник. Нет. Я нарвалась где-то в каком-то из каталогов и заказала себе лопчатку-цветок. По листам это, ну честно, вот клубника. Но понравились соцветия. Они очень крупные и как меленькие розочки. Тоже размножаются вот так зеленочками, как и обыкновенная клубника. Ну, вообще все многолетники. Ну вот, лопчатка красного цвета, красивая, невысокая. Что-то мне высокое не очень нравится, потому что я там брала... У меня еще есть рубеки, гайларди. Вот это вот все высокорослые. Не очень мне понравится, они ложатся. А сейчас вот такая у нас астра. Это у нас морозник в простонародье. Уход без проблем. Шикарно черенкуется. Вот ждем цветения. И вот этой девочке-череночке. То есть, в принципе, если это маточник, то вот это вот череночек. Очень даже ничего. Вот будет весь в цветах. Тоже прекрасно черенкуется. Ну и не забываем о том, что в цветении у нас только, наверное, осенью. Это гортензия, это кустарник, астра и хризантема. Больше такого эксклюзивного ничего нету на осень. Астра новобельгийская или морозник – это многолетнее травянистое растение из рода симфиотрихум. Было завезено в Европу из Китая в 17 веке и с тех пор стало очень популярным среди садоводов разных стран континента. Культура радует своих обладателей пышными кустами раскидистой формы, усыпанными метельчатыми цветами, состоящими из корзинок. В зависимости от конкретной разновидности, растения могут быть низкорослыми, достигающими высотой всего 60 сантиметров, либо высокими до 140 сантиметров. За счет обилия разнообразных сортов, это травянистое растение способно зацветать с июля и вплоть до ноября. Нередко этот красивый и интересный цветок используют для создания необычной живой изгороди. Что бы еще рассказать про многолетник? То есть многолетники – это не надо отопление, это надо хорошая плодородная земля. Также надо подкармливать. Подкармливать можно обыкновенными удобрениями – азот фосфор калий, можно органическими удобрениями использовать. Но такой, как лилейник, я вообще не вижу смысла подкармливать. У меня в таких горшочках они маленьких росли, и в этом году так красиво цвели, что просто... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У них, у многолетних растений, есть свои плюсы. Это не надо тепло, не надо топить печки, не надо теплиться. Но и без летников мы жить не можем, так же, как и без нашей рассады. В моей коллекции будет увеличиваться объемы многолетников, потому что понравилось мне это дело. И, честно вам скажу, и очень красиво цветут, не ожидала я. Особенно меня поразила в этом году эта остильба. Остильба очень понравилась, прекрасно размножается, прекрасно растет, достаточно долго цветет. Обратите внимание на это растение. Красиво имеет место быть в наших садах. Ну, а что, с вами была я, Ольга Вишневская. Обязательно оставайтесь с нами с нашей передачей «Удачи на даче». А я буду передавать свой опыт вам. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»